вообще в английском языке слова лак лак да это как бы не то что удача да это везение потому что бывает good luck как бы до хорошая удача бывает bad luck вообще словом везение дали невезение называется такая ситуация когда что-то происходит у тебя ну как бы случайно как бы помимо твоей воли как бы помимо твоего желания и в этом плане желание контролировать удачу она несколько ну как бы противоречит самому термина потому что удачей но я не называю удачей ситуацию где я сам все пропланировал сам все проработал сам все прописал сделал нужные действия и получил ожидаемый результат да ну какая удача это работа да или это труд там какой-то который тоже нас там славит любит это неудача удача это когда вот я как бы ничего не делал да у меня раз и все случилось так как вот мы лучшим образом должно могло только случиться да там во время приехал не знаю какой то человек во время подкатили какие-то обстоятельства во время какие-то ресурсы подтянулись там и так далее вот это называется удача но соответственно бывает неудача да это когда тоже вроде бы ничего я плохого такого не делал ничего каких-то негативных действий не предпринимал и вроде все было на мази все было хорошо но как-то вот не сложилось так что нужны люди в нужное время не пришли нужные обстоятельства развернулись как-то вот нехорошим образом и в общем все случилось не так как надо вот так как не надо и это вот собственно говоря и называется неудача до бедлок плохое везение это невезение возникает вопрос одну а можно ли как-то с этим работать или с этим работать вообще никак нельзя можно ли как на себя настроить можно ли как-то вообще себя сделать удачником до из неудачника можно ли как-то с этим справиться у баре есть очень интересное определение того что такое удача звучит она примерно так удача это совокупный эффект неизвестных самому человеку постулатов вот так она звучит в оригинале до совокупный эффект неизвестных самому человеку его же собственных постулатов здесь есть одно непонятное слово которое нужно прояснить дошло какое постула снова постулат вообще вот в нашей школе баре фарберной у меня это как бы особый термин который обозначает некое суждение да некое убеждение которое формирует мое отношение к жизни скажем вот так да то есть ну надо совсем если примитивно так сказать это некая некая мысль которая у меня есть до которой является причиной того что со мной происходит но это определение мне не очень нравится потому что но это все-таки не мыс это скорее вот некая установка некое отношения к жизни которое вовсе не всегда формулируется словами и вовсе не всегда чек думает иногда создана по большей части это просто вот некая условия некая настройка то есть собственно говоря когда баре говорит что это совокупный эффект неизвестных человеку постулатов он говорит о том что ok есть вещи которые чеку известны то есть настройки, которые я выставляю сам. Когда мы делаем идеальную картину, прописываем там, не знаю, чек-лист благополучия, прописываем момент воплощения замысла и так далее, это мы все занимаемся теми настройками, которые нам известны. Конечно, это важный элемент, никто не спорит. Для того, чтобы там что-то достичь, нужно как минимум заказ сделать. Если ты пришел в магазин и не можешь продавцу объяснить, что тебе надо, то вряд ли ты из этого магазина уйдешь с покупкой, которая тебе нравится. Потому что тебя будут все время спрашивать, что ты хочешь. Если ты не можешь сформулировать, что ты хочешь, то что тебе могут продать тогда. Такая вот вещь. Но, о чем говорит Барри, да, совокупный эффект неизвестных человеку установок, что есть еще ряд настроек, которые человеку неизвестен, но эти настройки тоже работают, естественно, да. Ну, наверное, это что-то типа того, что у Фрейда называлось там бессознательным, да, или подсознательным, да, то есть есть серая зона подсознания, есть темная зона бессознательная. И это большая часть айсберга, который, собственно говоря, называется я. И вот, и это все работает в совокупности, да. И фишка в том, что вот эти вот, когда мы обменяем эти настройки, которые сверху, то есть которые нам известны, это как бы, ну, такая вещь, во-первых, это к удаче не имеет никакого отношения как такового, да. Во-вторых, как бы это довольно бессмысленно, там, человеку говорить, там, нужно мыслить позитивно, там, нужно настроить себя на хорошее, нужно как-то там ждать от жизни добра, там, и так далее, и так далее. Почему? Потому что это все относится к тем настройкам, которые он знает. Ну, и, соответственно, как бы, как мы уже говорили, они, конечно, на что-то влияют, да, позитивно мыслить. Это, наверное, правильно, но мы ведь не про это говорим. Мы ведь говорим про то, что мы действительно встречаем людей, у которых ни хрена нет никакого позитивного мышления, вроде бы, да, и вроде бы ничего они там себя как-то особенным образом не настраивали, и вроде бы ничего у них там такого, не знаю, способностей каких-то особых нет. Тот просто вот везет им по жизни, и все. Вот скажите, да, честно, бывают же такие люди, вот правда, вот везет. Как бы, вот если состояние, когда с человеком просто что-то происходит, да, вот это вот непонятная удача или неудача, это вот состояние такое бессознательное, да, бывает бессознательная компетентность, которую, условно говоря, назовем удачей, да, то есть, так мне вот повезло, что у меня там где-то в моих замешательствах, ну, как-то из них вырулил очень удачно. Да, и у меня там постулаты были сформированы какие-нибудь, такие, знаете, типа, если просто делать, что попало, то всегда все получится хорошо. К примеру, вот как-то так получилось в моей жизни, вот вышел я так вот, как бы, да, а бывает бессознательная некомпетентность, это которая у неудачников. То есть, у них во всех этих замешательствах какая-то жопа все время случалась, и постулаты были какие-то вот такие, что, ну, вот какая-то я неудачница, вот все у меня не получается, там, и так далее, и так далее, и так далее, ну, и как бы, соответственно, человек еще, грубо говоря, и подойти-то не успел в следующей ситуации, у него уже заранее там ничего не получится, заранее ничего не получится, да, заранее уже все поздно, заранее уже ничего не получится, и заранее все это вот, как бы, все будет ужасно. Хотя ничего еще не произошло. Даже попробовать человек не может. Он говорит, да ну вы нахрен, не пойду я туда. Я знаю, у меня ничего не получается. Удача – это совокупность неизвестных вам постулатов. Эти постулаты нужно выяснять. И понимать, откуда они взялись через проработку травматических переживаний, по большому счету. Через проработку эмоциональной боли с помощью пяти точек баланса.